Приветствую, друзья, с Днём Победы над фашизмом и над неопределённостью. Потому что вот мне мама одна написала, что дочка её переезжает в другой город и потеряла уверенность в себе и накручивает себе разные страшные картины. Да, я могу сказать, что надо делать, когда человек попадает в неизвестность. Потому что в этой неизвестности, как раньше говорили, сон разума рождает чудовище. На самом деле человек начинает накручиваться в условиях неопределённости, потому что инстинкт самосохранения заставляет его так переживать, нервничать. Там в инстинкте самосохранения беги, оцепеней. Ну вот такие вот инстинктивные реакции возникают. И поэтому человек невольно накручивается, представляет себе такие страшные картины. И впечатлительные люди попадают сами под своё собственное воображаемое влияние. Сами под себя попадают и начинают невротизироваться, заболевать различными психосоматическими нарушениями. И поэтому спасением в данном случае является сброс лишнего напряжения, чтобы не зависать, как зависает наш компьютер. Вот посмотрите на мою картину «Берегиня». «Берегиня» – это как раз-таки запомните её, потому что это будет связано с тем текстом, который я вам сейчас посоветую. А я вам советую хотя бы 5 минут в день побыть самим собой, побыть сама собой, побыть ребёнком. Ну, что бы вы 5 минут в день хотели делать, то и делайте. Закройте дверь, чтобы не подумали, что у вас тю-тю. Хочется плакать – плачьте. Это разгрузка, это выпускание пара, это снятие лишнего напряжения, это мозговой санаторий. Выпускайте пар 5 минут в день. Это значит, надо… Хочется дёргать плечом – дёргайте, хочется дёргать ножкой – дёргайте, хочется орать – орите, хочется зевать – зевайте. Хочется смеяться – смейтесь, хочется танцевать – танцуйте, хочется петь – пойте, хочется выговаривать – выговаривайтесь. Хочется боксировать – боксируйте, хочется представлять себе, что вы волейбольный мяч закидываете – закидываете, или фехтуете, или боксируете. Всё, что хочется – делайте. Побудьте самим собой. Да, пусть это будет мальчик, пусть это будет девочка, пусть это будет взрослая дама, умудрённая возрастом, пусть это будет мужчина, такой крепкий, сильный, но каждый раз, когда человек попадает в неизвестность, он начинает самонакручиваться и попадать под собственные образы. Поэтому главное сохранить себя, спастись в условиях неопределённости, в условиях стрессов, в условиях любой войны, внешней или внутренней, это сбросить лишнее напряжение. Поэтому есть синхрогимнастика и 5 минут в день побыть самим собой. И обязательно там, пожалуйста, обратите внимание, 5 минут в день, допустим, вы делаете шаблонную синхрогимнастику, это хлёст, это лыжник, это шалтай-болтай, как все дети делают, даже не зная метода, потому что это в инстинкте человеческого рода. Это даже коты так делают. Вот проснулся однажды, смотришь, на одеяле сидит котёнок и вот так качается. Потому что повторяемые движения снимают напряжение. Или вы по клетке ходят туда-сюда, и вы когда нервничаете, когда вы ищите какое-то решение, вы ходите туда-сюда по комнате, или ногой качаете, или качаетесь в кресле. А когда мороз пробивает вас, вы дрожите. И точно так же дрожите перед экзаменом, это нервная дрожь, а чемпион мира дрожит перед соревнованием, перед рекордом, у него называется мандраж. Вот эти повторяемые действия на самых разных частотах, отхождение туда-сюда по комнате, до качания ноги, до подёргивания плечом, до дрожания веками. И закидываниями глаз под брови и в разные стороны, когда вы вот так трепещете веками, а потом сели, отпустили себя. И такая свобода. И пожалуйста, смотрите там плейлисты, плейлисты смотрите на моём YouTube-канале «Бесплатный ликбез». Там по 2-3 часа вы найдёте ответы на свои вопросы. Друзья, ещё раз с победой, с праздником 9 мая, с победой над фашизмом и с победой над неизвестностью. Не накручивайте себя лишний раз, а снимайте с помощью метода ключа синхрогимнастики лишнее напряжение, чтобы не зависать в этих страшных картинках, которые сами себе рисуете из-за инстинкта самосохранения. Итак, друзья, а я вам хочу сказать, мой папа ушёл в 19 лет из села Батлаич Хунзакского района Дагестана на войну добровольцем. Вернулся капитаном, весь в орденах и медалях. Да, дошёл до Берлина и дальше. Да, и каждый 9 мая праздновал, конечно, как святой день. И мы все видели его ордена и медали, и поздравляли, потому что это был его праздник. Да, друзья? А что они там видели на войне, мы и не знаем. И не дай Бог нам это знать. Поэтому я, как врач, как психолог, всем желаю здоровья, счастья, благополучия дома и поменьше этой неопределённости. До связи, друзья. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok